Заплатите всего 25% от суммы и новые кроссовки сразу ваши, а дальше оплачивайте их равнозначными долями. Долями. Это сервис для оплаты частями без комиссии и переплат. Все действия в одном приложении всего в пару кликов. Установите приложение долями и оплачивайте покупки частями и без переплат. Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам про одну очень занимательную и правдоподобную теорию по фильму «Пять ночей с Фредди», которая интересным образом систематизирует показанный в кино разрозненный лор. И исходя из этого получаются необычные прогнозы относительно сюжета второй части фильма. Сама теория взята с канала Мэтт Пэта, известного англоязычного ютуб-теоретика, который, к слову, снялся в «Пять ночей с Фредди», выдав свою коронную фразу. Так говорят, но это всего лишь теория. Мэтт Пэт на теориях собаку съел. Ну, то есть в теме он разбирается как никто другой. В общем, поехали. Для начала стоит отметить, что у нас уже есть, хотя и довольно расплывчатая, идея о том, что нас ждет во втором и в третьем фильме по ФНАФу. Режиссер «Пять ночей с Фредди» Эмма Тами дала интервью известному американскому изданию Variety, в котором сказала, что первый фильм был связан с первой игрой, а второй фильм будет, скорее всего, связан со второй игрой серии. Вроде бы логично, но вот только все не так просто, как кажется. Что вообще из себя представляет получившийся фильм «Пять ночей с Фредди», посвященный в тонкости вселенной зритель скажет, что авторы просто взяли разные и самые известные куски из всей франшизы о Фредди, будь то и игры, книги и даже фанатские теории. Запихнули все это в блендер, знатно перемололи и выдали версию ФНАФа, которую так или иначе мог бы узнать любой зритель, знакомый хотя бы с каким-то одним элементом этой вселенной. И это действительно похоже на правду. Так, например, у нас есть Майк Шмидт, главный герой самой первой игры «Пять ночей с Фредди», которая вышла в 2014 году и в которой он был ночным охранником. Вместе с Майком в фильме тусуется Ванесса из игры «Секьюрити Бридж», которая вышла в 2021 году. Вдвоем они противостоят Спрингтрапу, главному злодею из игры ФНАФ 3, и спасают девочку Эбби, которую хотели запихнуть в полноразмерную копию Эллы из книги и комикса «Серебряные глаза», опубликованных в 2015 и в 2019 годах соответственно. А концовка фильма вообще чуть ли не полностью взята из книги и комикса «Четвертый шкаф». «Они вспомнили». Из всего только что сказанного получаем, что перед нами самый настоящий винегрет, эдакий монстр Франкенштейна. Оторвали по кусочку от всего, сшили воедино и получили фильм «Пять ночей с Фредди». То, что у нас тут все перемешано – очень важный момент. Запомните его, в дальнейшем станет понятно почему. Итак, что мы имеем? Режиссер не обманула. Фильм 2023 года действительно связан сюжетно с первой игрой. «Пять ночей в пиццерии» из игры «ФНАФ 1» вместе с детишками-призраками в аниматрониках. Однако, можно с уверенностью сказать, что в целом-то перед нами совсем другая самобытная история. Плюс это не все изменения, которые появились в фильме. Одним из самых заметных изменений является время действия фильма, в отличие от других произведений франшизы. Событие игры «ФНАФ 1», по мнению многих, происходит где-то в 1993 году. В фильме же нам показывают, что на дворе 2000-й год. Разница во времени целых 7 лет. Другим важным отличием является место действия. Исходя из имеющихся данных, место действия игр серии «ФНАФ» – это штат Юта. Однако, в фильме все не так. В моменте, где злобная тетка Майка говорит, что отберет у него его сестру Эбби через суд, адвокат женщины достает бумаги. Из них мы узнаем много полезной информации. Во-первых, это сайт судебной власти штата Миннесота в США. Также бумага содержит телефонный номер, начинающийся с цифр 651. Это код региона, который относится к городу Сент-Пол в Миннесоте и его восточным пригородным областям. Забавный момент. К востоку от Сент-Пола есть небольшой городок под названием «Афтон». Возможно, создатели фильма «Пять ночей с Фредди» специально перенесли место действия картины в Миннесоту. Только ради такой сочной отсылки. Ну или это просто случайное совпадение. Пойми, случай тяжелый. Идем дальше. У полицейской машины Ванессы в фильме есть аббревиатура «GFPD». «PD» это понятно что? «Полис департмент», то есть департамент полиции. А «GF» это сокращение какого-то города. И угадайте что? В двух с половиной часах езды от Сент-Пола есть городок Гранит-Фоллс. И полицейские машины этого департамента совпадают по цвету с машиной Ванессы. Другие интересные улики, которые нам попадаются в фильме, связаны с братом Майка Шмидта, Гарретом. Можно смело предположить, что он был похищен в начале 80-х годов, основываясь на сне самого Майка. Машина похитителя это новенький, четырехдверный Форд Фэйрмонт Фьютура. И указанные модели выпускались с 1980 по 1983 года. Почему же это так важно? А дело в том, что мы можем уверенно предположить, что брат Майка Гаррет был первым ребенком, которого похитил Уильям Афтон. Во сне мы видим, как Гаррет держит в руках игрушечный самолетик. Этот же самолетик мы видим на фотографии, которую нам дает Ванесса. После того, как она сказала, что Уильям Афтон ее отец. На фото она держит игрушку Гаррета. Вся эта информация позволяет выстроить правильное время, когда происходили те или иные события. Самое главное, что мы узнаем с фотографии Ванессы, так это то, что когда был похищен Гаррет, пиццерия все еще работала и принимала клиентов. Помещение чистое и новое, как и костюм Афтона. Следовательно, фотография была сделана до того, как были похищены другие дети, участвующие в сюжете фильма. Ведь именно после их похищения пиццерию сразу же закрыли. Другими словами, в фильме Гаррет был первой жертвой Афтона, о которой нам известно. Этот момент очень важен. В играх первая жертва Афтона, которая, к слову, связана и с его машиной, после смерти переселяется в марионетку. Персонажа, который выступает защитником и наставником остальных детей-призраков. Это первая жертва Афтона, которая дает подарки и дает жизнь. Как было показано в игре «Пять ночей с Фредди 2». Марионетка дает подарки в виде голов аниматроников мертвым детям, а потом оживляет их, превращая в одержимых роботизированных кукол. Фредди, Чико, Бонни и Фокси. Само переселение первой жертвы Афтона показано в игре «Пять ночей с Фредди 6», когда в поврежденную из-за дождя куклу переселилась душа Чарли Эмили. Обратите внимание на следы от шин. Те же самые события, только с другого ракурса. Мы наблюдаем в одной из мини-игр в игре «Пять ночей с Фредди 2». Тут обращаем внимание на фиолетовую машину сверху. Другие мини-игры из ФНАФ 2 показывают, что Марионетка пыталась защитить детишек от Афтона, а когда у нее это не получилось, она вернула их к жизни в виде аниматроников. Во время выполнения этой игры игрок слышит роботизированный голос Марионетки, который произносит буквы, образуя слова «Спаси их». А в конце фильма «Пять ночей с Фредди» мы также слышим голос Марионетки, произносящий буквы, из которых получается «Приходи и найди меня». А кого в фильме так отчаянно пытались найти? Правильно, Гаррета. Одним из самых странных моментов фильма было то, что нам так и не показали, что именно случилось с братом Майка. Ведь по сути поиски Гаррета были главной задачей героя на протяжении всего фильма. Также мальчонка был единственным связующим звеном с Афтоном и Ванессой. Получается, что то, что с ним случилось, станет основным сюжетным моментом во второй части фильма. И все указывает на то, что связано это будет именно с Марионеткой. Более того, в титрах фильма, когда говорил роботизированный голос, задним фоном играла музыкальная шкатулка. Это еще один намек на Марионетку, которую в игре ФНАФ 2 можно было сдерживать, заводя музыкальную шкатулку. Получаем, что в фильме душа Гаррета переселилась в Марионетку. И в титрах он говорит нам и Майку, чтобы мы пришли и нашли его во второй части. Но давайте тут сделаем паузу. И немного более подробно рассмотрим, как именно Афтон похитил Гаррета. Это преступление выделяется в сравнении с его обычными убийствами. Во-первых, оно произошло на природе в какой-то глуши. Он именно что похищает парня и, судя по всему, оставляет его в живых дольше, чем любых своих других жертв. Афтон даже сохраняет его игрушку и дарит своей дочери. Все остальные его убийства были так или иначе связаны с пиццерией. Маньяк заманивал детей в укромные места заведения и расправлялся с ними. Случай с Гарретом же намного более тщательно спланирован. Кажется, что это что-то личное. И это сходится с событиями книг и игр, где первое убийство Афтона не было случайным. Оно было совершено против конкретного человека. Его партнера по бизнесу и создателя аниматроников Генри. Более того, в книгах и комиксах Афтон делает то же самое. Похищает детей Генри. А его дочь Чарли потом и вовсе убивает. Все вышесказанное указывает на то, что Гаррет был не просто случайной жертвой, а являлся сыном партнера Афтона по бизнесу Генри. Человека, помогавшему ему строить аниматроников. Есть еще один крайне занимательный момент. Семьи Афтонов и Шмидтов в фильме очень похожи на их аналоги в играх серии. Просто они им противоположны. Смотрите сами. В играх у Афтона было трое детей. Майкл, плачущий ребенок и Элизабет. Майкл решил поиздеваться над своим младшим братом, плачущим ребенком, и засунул его в пасть аниматроника. Произошел знаменитый укус 83. И пацан в итоге склеил ласты. После этих событий Майкл пытался искупить вину и в конце концов стал охранником в пиццерии, чтобы освободить заточенный дух своего брата. Судьба Элизабет тоже печальна. Она оказалась заперта внутри аниматроника с пружинными замками и в итоге погибла. Теперь пройдемся по семейке Шмидтов из фильма. И тут у нас опять три ребенка, два мальчика и девочка. Майк ночной охранник, пытающийся искупить вину за то, что он не сумел уследить за братом и его похитили, а после убили. Эбби, которую почти что поместили в аниматроника с пружинными замками Эллу и убили. Тут у нас сходство почти что точь-в-точь. Меж тем в фильме у Автона, судя по всему, всего один ребенок, Ванесса. То есть совсем как Генри из игр, у которого именно что в игре была всего одна дочь. То есть Автона и Шмидта из фильма соответствуют Автонам и Эмили из игр. Только они поменялись соотношением детей. Так сказать, перемешались. Получается, что отец Майка из фильма это Генри и Эмили из игр. В фильме мама Майка умерла, а судьба его отца остается туманной. Отец этого не выдержал. Не было напрямую сказано, что он погиб. Так что его вполне могут показать и во втором фильме, если это потребуется. При этом, если посмотреть на видео с инструктажем Майка в пиццерии, то на заднем плане можно увидеть человека, который занимается созданием аниматроников. И он очень похож на отца главного героя. То есть, он делает то же самое, чем занимался Генри в играх. И если сопоставить всех трех персонажей, то визуальная связь между ними заметно невооруженным взглядом. И эта связь не только совпадает с лором игры. Это также объясняет, почему Уильям Афтон узнал Майка в фильме. В моменте трудоустройства героя на новую работу видно, как Афтон читает фамилию Майка и теряется. Однако, согласно данным статистике, в США более 150 тысяч человек с фамилией Шмидт. Если бы Афтон похитил случайного ребенка для своих маньячных целей, его бы вряд ли интересовали такие детали, как фамилия жертвы. Скорее всего, дело в том, что Уильям не просто удивился фамилией Шмидт, а узнал, кто именно такой Майк Шмидт, сопоставив, сколько лет могло быть сыну его бывшего партнера по бизнесу Генри на данный момент. Именно поэтому Афтон так удивился. Было бы более логичным, если бы узнав Майка, Афтон вообще бы не предложил ему никакой работы, чтобы быстрее с ним попрощаться. Но для Афтона устройство Майка на работу выглядело как нечто личное. Эдакая виндетта, устроенная им против всего семейства Шмидтов. Еще одна важная деталь. Возможность Афтона разговаривать с детьми-призраками. И более того, возможность контролировать их действия. В играх Афтон понимал всю паранормальщину, которая происходила вокруг него. Но было не похоже, что он мог контролировать аниматроников. В книгах же все по-другому. Он мог контролировать аниматроников, но лишь в самом конце трилогии. В фильме же Афтон понимает все с самого начала. Призраки рассказали ему про Эбби. Малыши мне сказали, что у тебя есть сестра. Уильям понимает важность рисунков и их воздействие на аниматроников. Что ты наделал? После того, как в его костюме сработали пружинные замки, и он начал отщаливать в мир иной. Что он делает? Он сказал свою коронную фразу. Я еще вернусь. И напялил на голову маску Спрингтрапа. Зачем? Какой в этом смысл? Ну все на самом деле просто. Афтон в фильме точно знает, как работает переселение души. Для этого нужно быть полностью внутри костюма. То есть, когда Афтон надел шлем, он принял свою судьбу. Зная, что он сможет слиться с костюмом и выжить. Все это говорит о том, что Афтон в фильме намного умнее, чем в играх и книгах. И знает о мире призраков невероятно много. И все это ведет нас к вот этому интересному моменту. Жуткому аниматронику, который находился в техническом помещении пиццерии. В фильме его ни разу не показали. Однако он мелькал в ролике ютубера Давка, когда последнего пригласили на съемочную площадку фильма. Это был аниматроник с человеческим черепом, зубами и глазами. Мэтт Пэт заявляет, что этот реквизит скрывает больше, чем кажется на первый взгляд. В фильме Афтон уже знает о силе агонии для получения вечной жизни. Он построил пыточное кресло для извлечения ремнанта из жертв. Поэтому смело можно предположить, что Афтон уже начал эксперименты по созданию человекоподобных роботов. Это единственное объяснение, почему на съемочной площадке был аниматроник с реалистичной человеческой головой и зубами. Плюс чуть выше этого аниматроника была роботизированная рука с человеческими пальцами. Ни один аниматроник во всей серии не подходит под только что описанного робота. Значит ли это, что Афтон уже построил роботу-гуманоида? Или это лишь ранние эксперименты? Пока что не ясно. Однако эти интересные данные могут объяснить, почему когда Афтон ударил Ванессу ножом, из-за ее раны не потекла кровь. Но самое реалистичное объяснение увиденного это то, что где-то там бродит Гарретт. В конце второго фильма Майкл его найдет, но выяснится, что это робот. И снаружи лишь искусственная человеческая оболочка. Бедный Майк Шмидт должен будет смириться с новой сущностью своего брата. И узнает новые подробности про жуткие эксперименты своего отца, которые тот проводил вместе с Афтоном. Такие дела. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этой теории и возможных событиях второй части. А на сегодня это все. Во-первых, это сайт судебной власти стат... Стата, сука, стата! В Китае дело происходит, сука, бля! Продолжение следует...